Всем привет! Я Паша Бернштейн, экскурсовод по Израилю. И сегодня я вам хочу рассказать про первый еврейский район, построенный за крепостными стенами. В Иерусалиме Мешкиноч-Аноним. Благо повезло, мы прямо здесь. Район, в котором мы находимся, является первым еврейским кварталом за крепостными стенами. И построен он был в 1860 году. Нет ни единого шанса, что его бы построили без вмешательства известнейшего, влиятельного, итальянского, еврея, британского происхождения Моше Монтифьори. Человек, который прожил свою жизнь, долгую, кстати, жизнь, 101 год. И только лишь первые 40 лет своей жизни он занимался бизнесом. И то, наверное, первые 20 так изучал этот вопрос. А остальные 60 лет в основном он занимался филанкопией. Он, кстати говоря, выходит из бедной еврейской семьи. И он стал известным и популярным в Лондоне, когда был первым человеком, установивший газовые фонари на улицах Штолл. Ведь она стала известна как-то на всю Британию. Он решил собирать деньги разных филантропов и пускать их на важные еврейские дела. Я лично его называю настоящим евреем. Потому что, в моем понимании, настоящий еврей – это тот, кто на деньги второго еврея привозит третьего на историческую родину. Этим он, правда, меньше занимался. А в основном он занимался помощью еврейским семьям, еврейским представителям, еврейским общинам. Изначально он хотел построить больницу для евреев Палестины, для евреев Иерусалима. Но когда он понял, что еще об этом не идет речь, что люди еще боятся выходить за пределы стен, он решил, пускай это будет квартал. Когда квартал был построен, он сказал местным жителям, доплатите небольшую символическую сумму и живите. Что именно это евреи сказали? Спасибо, нам очень приятно, но нет, мы боимся. После чего он сказал, вы знаете, не надо ничего платить, селитесь. И они ему ответили то же самое. Мы боимся. И только когда он согласился им доплатить, некоторые самые смелые сказали, давайте попробуем. Внутри тоже не так хорошо. Болезни, эпидемии, теснота, канализация, вонь. Все это тоже не самое позитивное в их жизни. И первые смельчаки решились. Днем они жили здесь, ночью возвращались ночевать в стены, потому что боялись жить в стены. Когда мы говорим про первый квартал, самый первый, мешки ночи, аноним, это не то, что мы видим здесь сейчас. Это было построено уже в 90-е годы 19 века. А первые дома, они выглядели иначе. Один из них находится внизу. Длинный дом с небольшими квартирами, две комнаты, кухня и склад. Через год была эпидемия, от которой погибли многие в старом городе, а здесь никто не пострадал. И это был знак, как моя бабушка говорила, надо ехать. И так люди начали выходить все больше и больше. И несмотря на страх жить без стен, все больше и больше боялись жить в стенах, потому что там опасностей хватало. Так возник второй квартал, третий, четвертый и так далее. Мошам Матифери привел специально человека, который построил эту мельницу. Эта мельница по сей день является символом еврейского выхода за пределы стен старого города. Эта мельница проработала совсем ничего, потому что тот мастер, который ее устроил, не учел две вещи. Первое, то, что здесь с ветром проблемы, это вам не Европа. А второе, то, что здесь осадков меньше, и пшеница намного более твердая. Она проработала считанные месяцы, и все. Так и осталось музейным экспонатом, напоминающим о выходе за пределы стен. Внутри мельницы долгое время был музей, связанный с Мошам Матифери и его женой, иудит, который они семь раз посетили Палестину. Также сегодня здесь находятся развлекательные моменты. Например, кафешка. Например, очень многие приезжают покататься на Сегуэе по кварталу, насладиться тишиной и пасторальными видами. Хотя в 1948 году, когда возникло государство Израиль, это был самый опасный квартал Иерусалим. Потому что он оказался прямо на границе с Иорданией. Старый город это была Иордания, здесь был Израиль, то есть самое обстреливаемое место было здесь. Единственное, кто здесь жил, это новые репатрианты из Турции и Курдистана, им просто некуда было идти. Когда в 1967 году восточный Иерусалим присоединили к западному, это стало самым центром города. И хозяева квартиры, домов хотели сюда вернуться, но им не дали. Им не дали и предложили, заставили взять компенсацию, чтобы в этот квартал заселить людей искусства. Скульпторов, художников и так далее. Буквально несколько дней назад я такую семью здесь встретил, они как раз рассказывают. Сидели в кафе, пришли поностальгировать, рассказывали о том, как их поселяли, куда их поселили, лучше вам не знать. Здесь проходят множество мероприятий. Одно из самых популярных мест для предсладебных фотосессий в Иерусалиме. И, конечно же, эта мельница в последний день напоминает нам о еврейском выходе за пределы стен. Пару лет назад я вдруг увидел лопасти, которые крутятся, я не поверил своим глазам. Специально починили, поставили моторчик, чтобы эта мельница крутилась и напоминала о тех несчастных нескольких месяцах, когда в 19 веке она работала. Старый город прямо напротив нас, центр Иерусалима в нескольких минутах ходьбы. И очень вам советую здесь погулять, здесь правда классно. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Ставь лайк, мне будет очень приятно. Мой на Facebook и Instagram внизу где-то там. И между нами стоит посмотреть предыдущие ролики. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok